Сегодня исторический день. Помимо тех видов спорта, которые у нас проходят регулярно, ежедневно, ежегодно, всегда все традиции мы сохраняем. Сегодня тот день, когда мы возрождаем здесь, в Раменском греблю на Байдарках и Кануэ. Мало кто знает, что целая плеяда легендарных спортсменов-гребцов родом из Раменского. Заслуженный тренер СССР Яков Костюченко посвятил свою жизнь развитию и популяризации гребли на Байдарках и Кануэ. Его ученики Татьяна Куршунова и Александр Дегтярев – олимпийские чемпионы 1976 года. Сегодня поддерживают молодое поколение гребцов. Я была на Олимпиаде вторая, но хорошо очень готова была. До этого наша команда, как бы женская, в 1975-й год, в 1974-й, в командном результате она была второй всегда. А вот здесь вот так получилось, что хорошая форма у нас была, и я приезжаю второй, но настолько немку вымотывал, так по-простому говоря, что она приезжает третьей. Она садится в двойку, они приезжают третьими, наша двойка приезжает первой. И вот за это выступление у нас команда получила первое место, мне дали заслуженного мастера. Так, второе место, в общем-то, само по себе не сильно высокое по тем временам, потому что все время были первые места. Но за то выступление, что у нас команда первое место заняла, мне дали заслуженного мастера спорта. Неважно, был водоем или не было. Сникерсов не было, была шоколад-каленка, булочки с маком. И был стимул. Что? Стимул был заниматься, развиваться. Стимул – это слово сегодняшнего времени. А тогда не стимул был, тогда было желание. Соревнования по гребле на байдарках приурочили к всероссийскому празднику – День физкультурника. А он, как известно, объединяет людей разных возрастов и профессий. Мне надо было довести зала до финиша. Получилось? Получилось, ей понравилось. Синхронность, главное, мы добились в конце синхронности. Так что всем, кто желает заниматься спортом, замечательным, грибным, теперь в Раменском есть такая возможность. Ольга Борисовна. Да, перевожу дух. Поделитесь впечатлениями. Вы знаете, впервые сижу в лодке спортивной. На самом деле эмоций просто масса. Это круто, это здорово. Поэтому я всех искренне призываю, кто молод, кто любит спорт, обязательно как минимум это попробовать. А еще лучше привезти своих детей, чтобы вырастить из них победителей. Всех поздравляю с праздником, это круто. Меня радует, вот и наборы делаются, и дети есть. То есть будущее за этим видом спорта все равно есть, правильно? Очень хочется, да, пусть будет, да. Надеюсь, что так оно и будет. Мы оптимисты, спортсмены вообще оптимисты. Да, будущее есть. Будущее у всех есть. Его не избежать. И у гребня тоже. В гребне, естественно. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Стартовали участники. Мы с вами здесь на финише. Будем смотреть, как пройдет финальный заезд в классе лодок «Байдарка-одиночка». Екатерина Фролова и Егор Кабанов для программы «Городские вести». Морта Кабанов для программы «Байдарка-одиночка».